Здравствуйте! Как вы поняли из названия программы, сегодня мы с вами поговорим о святках. Святки – это славянский народный праздник, который приходится на период с 7 по 19 января, начиная с Рождества Христова и до Крещения Господня. В первый день праздника было принято навещать близких и родных, а также оказывать внимание бедным, обделенным и нищим. Многие семьи на Руси помогали обездоленным, откармливая их. Посещали и детские дома, приюты, больницы. Даже цари, переодевшись в простолюдинах, навещали заключенных в тюрьмах и подавали милостыр на улице Просящих. Существовала традиция дарить подарки, пришедшие из язычества. Она пересекалась с подношением даров богам. Люди дарили подарки знакомым и друзьям, начиная с копеечных сувениров и заканчивая дорогостоящими презентами. Ключевым моментом в праздновании святок считалась семейная трапеза. Женщины вставали с позаранку, чтобы приготовить на стол и убраться в доме. Готовили различные кушания – кутю, сладкие блины, печенье с орехами, маковник, овсяный кисель. Стол накрывали на всех присутствующих, добавляя дополнительные приборы для умерших, в прошедшем году родственников. Завершением святок была подготовка к крещению. Рослые мужчины со всей деревни собирались вместе и отправлялись на водоемы. Они прорубали прорубь для предстоящего омовения. Обычно этим занимались в последние два дня святка. Неизменным атрибутом святок были гадания, когда собирались молодые девушки и узнавали свое будущее. Ритуалы были различные. В каждой деревеньке существовали свои правила гадания и собственные атрибуты, необходимые для проведения ритуала. Гадали в основном на женихов, желая узнать имя суженного, его возраст или внешность. Иногда гадали на дату замужества и число детей. Взрослые же ограничивались приметами, по которым пытались определить достаток семьи в новом году. Обязательным элементом были и калятки, где развилась молодежь. Парни и девушки наряжались в новую одежду, которую они предварительно мастерили перед праздником. Днем ходили по улицам, к горлане песни калятки или исполняя церковные песнопения. Заглядывали в соседние дома, где за исполненные песни получали угощения от гостеприимных хозяев. Во время святок на Руси ходило поверье, что от подарков калятующим напрямую зависит благополучие семьи в наступающем году. Поэтому хозяева не скупились на угощения незваным гостям, давали сладости, домашние пироги, печенье и выпечку. С наступлением ночи организовывали посиделки, где рассказывали друг другу истории, играли на балалайке или гармонии. Были и другие развлечения во время святок, например, переодевания. Женщины шили красивые сарафаны, мужчины подготавливали форму солдатов, начищали ботинки. На рождественскую ночь начиналось великое переодевание. Мужчины облачались в женскую одежду, а девушки – в форму. Действо было актуально для поездки в соседние деревни, где можно было одурачить простоватых парней или замлечь романтических осол. Зачастую девушкам в военной форме удавалось соблазнить доверчивых барышей на соседнего села и даже уговорить выйти замуж. Шутки заканчивались на следующий день, однако целый год молодежь потом вспоминала свои достижения и успехи в переодевании во время святок. Новый год и Рождество друг от друга недалеко. Скоро еще и Крещение. Поздравляю всех с тремя праздниками. Счастья вам, здоровья, радости, удачи и веселья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова